МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпьем, нажрёмся, как свиньи, чтобы потом было что не вспомнить. А тут вот какой-то что? Пись-пись. Что это? Квис-чис. Ну, Виктор Павлович, это такая интеллектуальная игра. Ну вот мы решили организовать вот такой новогодний тимбилдинг. Вы же сами нам сказали, сами придумайте черти, я что за вас должен-то делать? Ну да, правильно сказал. И что, мы прям командой будем играть, да? В интеллектуальные игры? И что, и Сидоренко тоже, что ли? Вот что у нас это, тук-тук, откройте. Охранник на проходной. Ну, а что-то я сканворды решаю. Да шучу, я что-то напрягся-то. Ну, просто это что? Тимбилдинг же, ё-моё, что вы? Расслабьте булки, давайте шутить там, я не знаю, больно не будет. Не мне тебе объяснять, ты же из этих. Я не из этих. А ты, Тамара, тоже расслабься. А то он Сидоренко уведёт к тебе мужа. Всё. У вас же всё равно дети не получаются. В смысле не получается? У нас вообще-то двое детей. Ты их видела? Не очень-то и получились, а? Ну, чего такие серьёзные? Давайте, я не знаю, шутить, веселиться. У нас же тимбилдинг, всё, давайте как-то дружеские подколы, там, на сплочение, все дела. Надо мной можете пошутить тоже. Чё, нет, конечно. Всё, давайте подкалывать. Ну, расслабьтесь. Виктор Павлович, только вы сильно не расслабляйтесь, а то пуговицы от пиджака убьёте кого-нибудь. Я к балу. Класс. ***, пошёл. Ты уволен. Мы же вчетвером можем играть, правильно? Подождите, Виктор Павлович, мы уже сами сказали. Я сказал ***, пошёл. Быканов, ты у нас логист, дорогу найдёшь. Вообще берега попутал, сука, да? Жирно меня обозвал, тварь такая. Нормально? Нормально это вообще, Тамара? Я про твоих детей хотя бы не в лоб, так? Аккуратненько. Это ещё всё на жизни основано было, так-то. Все посмеялись, верно, Тамара? Да, да, это очень весело было, конечно. Так, всё, давайте играть, всё. Только вы не тупите, чтобы не получилось, что я один вас тяну. Как Тамара свою семью. Ну, всё, нравится мне так сплочаться. Давайте, ну, встань. Давайте, всё, поехали. Так, первый раунд. Начнём с лёгкого разминочного вопроса. Название какого блюда переводится с французского как уксус? Так, 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 уксус французского. Французский это входит в романо-германскую языковую группу. Да, да, да. Да, правильно, как по-английски будет уксус? А, винога? Тогда винегрет, наверное, винегрет. Да, точно, винегрет. Лёгкий вопрос. Итак, правильный ответ – винегрет. Да! Классно, классно. Фига себе. Это как вы так ответили сразу? Вы что, тут были уже, что ли? Нет. А откуда вы ответ узнали? Ну, просто мы логически дошли. Я просто, Виктор Павлович, думал, что вы сами ответите. Всё-таки еда – это ваша тема. А втроём можем играть? По правилам игры минимум четыре участника. Ну, уволить-то я могу его, нет? Пошёл нахрен, Тарасов! В смысле? Ну, сиди, играй с вами здесь. Да? Так, сейчас я вам покажу, как играть надо. Давайте, всё, собрались. Внимание, следующий вопрос. Для чего, кроме письма, древние египтяне использовали папирус? Так, папирус, папирус, папирус. Так, растения, наверное, в пищу? А может, оборачивали мумий? Нет-нет, там лён или рогожа. Тогда точно пища, точно пища. Я знаю, всё, они папирусом подтирали свои папирусы. Что? Ну, типа, подотру-ка, я живой папирус. Понял, что я имею в виду папируса? Понял. Жопу. Пиши в пищу. Итак, правильный ответ. Употребляли в пищу. Да! Да, да, в пищу. Отлично. Нет, ну моя версия тоже была близка так-то. Ну, по сути, правильная. Но тоже как бы про пищу. Ну, просто с другой стороны зашёл, вот и всё. Ну, Сидоренко понимает, о чём я, да? Я про жопу. Всё, молодцы, ладно. Всем, кроме Тарасова, премия по 50 тысяч. А почему у меня нет премии? А чё, я человеку с улицы буду премию, что ли, давать? Ни хрена себе. Ты вообще тут так, чисто для количества, вообще никто. А Тамаре, они деньги нужны. Вон, своим детям купишь эти пуховики. Только XL бери, чтобы их не видно было. Итак, следующий вопрос. Собрались. Что было создано благодаря грибам плесени? Сыр. А может быть, что-то из антибиотиков? Кстати, хорошо. А антибиотик, хорошо. Сыр, это сыр. А какой был первый антибиотик? Какой был? Ну, пенициллин. Может, сыр? Пенициллин, точно. Ну, послушайте меня, сыр. Да что вы сыр, да сыр заладнили. Вы сыр хотите? Официанту закажите сыр. А можем мы на стул просто куртку и шапку поставить? Ну, так. Чтобы, типа, мы с четвером играем, нет? Так нельзя. Пиши сыр, я тебе отвечаю. Сыр, сыр это, с плесенью которой, ну, голубой такой, как Сидоренко. А, вы же, наверное, не ели такой никогда. Вы же так, наш российский, русский, такой вот дырявый, как Сидоренко. Сыр это, отвечай, пиши. Тамар, запиши пенициллин, пожалуйста. Итак, правильный ответ. Пенициллин. Ну да, ну да, ребята, да. Конечно, пенициллин. Вы что, меня сюда унижать, что ли, позвали? Я не понимаю. Вы специально меня сюда привели поиздеваться? Типа, я тупой, да? Вот так. Так вы, вы мстительные все, вы дряни, вы все. Вы мстительные. Первый января в 6 часов утра будете работать в этом году. Первый января будете, ясно? Ну я же просто правильно ответила. Ну, ну почему правильно ответила? А я директор. Я директор. Правильно ответила. Я сюда приехал на Кадиллаки, сука, понятно? А ты на чём? М? На кроссовках с колёсиками? Уроды вы. Любознательные додики, блин, начитанные. Википедики сидят. Мы, мы сейчас знаем. Вы такие умные. Я тут, я директор, ясно вам? У меня все любовницы в МГУ учатся. Я в туалете третяковки накуривался ещё, фиг знает когда-то, когда ты плавала в яйцах отца. Я не тупой, понятно? Сука, выбесили меня просто. Где этот ваш этот? Пись-пись-пись где? Квиз-чиз. Да я про сортир. Пойду носик припудрую и пасу заодно. Ну, Тамара, ты молодец, конечно. Догадалась его на квиз позвать. Да я правда не знала, что он настолько тупой. Хорошо, блин, прикиньте, не получилось в туалет сходить. Там быканов повесился. Что? Правда? Да, шучу, конечно. Сходил, конечно, что у меня висит и висит. Я его рукой отодвинул просто и всё. Да шучу я, ладно, прыглись тоже. Всё, ведущий, мы готовы. Итак, сейчас будет раунд Блиц. Играет один человек. А может я? Так, я. Давайте, начинаем Блиц. Итак, начинаем Блиц. У морских котиков самая длинная... Отрыжка. Какое мясо не едят евреи? Дорогое. Параллельные прямые не? Не. Самое холодное место на планете? Постель Тамары. А самое глубокое место на планете? Ну, видит бог, я не хотел. Сидоренко. И вы ответили на все вопросы абсолютно верно. Лучшим игроком нашего квиза становится Виктор Павлович. А я прощаюсь с вами навсегда, потому что уезжаю на своём новом Кадиллаке из этой сраной Балашихи. И-а-а! Подождите. Подождите, то есть вы отдали свою машину, чтобы мы победили в квизе? Да, потому что я не тупой. У меня просто очень много денег. Много денег. А вы тупые, потому что вы такие умные, а денег у вас нет. Вот так вот. Ну, я считаю, сплочение состоялось. Всех, кого уволил, возвращаю на работу. Виктор Павлович, спасибо большое, блин. Не-не-не, ты иди нахрен, ты мне никогда не нравился. А мы все в караоке. Здравствуйте, я Тимофей Александрович Назаров, начальник исправительной колонии номер 23. У нас не колония, а Голливуд. Ну, не в том смысле, что мировые звёзды сидят. Мы тут это, сами кино снимаем. Ребята подобрались. Талантливые, рукастые. Особенно те, кто за кражу сидит. Да у нас тут полное кинопроизводство. Даже призы свои есть. Правда, из хлебного мякиша, но зато у неё одного Ди Каприо такого нету. Камера Мотор. С 4 марта. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин